Уважаемые коллеги, мой доклад не будет посвящен Индии, но тем не менее он связан с индианистикой. И возможно вы увидели в списке докладчиков, что он у меня сделан совместно с коллегой с Маврикия, вместе с которой мы проводили такое месячное полевое исследование на Маврикии в сотрудничестве с Институтом Тагора. И я сначала скажу несколько слов о том, чем я в принципе занимался до этого и почему я отправился именно на это исследование. Дело в том, что в течение многих последних лет я также часто бываю в Айодье и занимаюсь поэзией на Абадье, и преимущественно ромаидской поэзией, что логично для Айодьи. И что интересно, на самом деле мы считаем, что классик этой поэзии Абадье, Госвами Тулсидас, который, скажем, такой ключевой поэт в ромаидской бакте, тем не менее, и что последующая традиция, она полностью основана вот на том, что написал Тулсидас. Но в реальности традиция жива. То есть, если мы приедем в Айодье, и там редко на самом деле бывают иностранцы, я вот знаю, что одна из последних исследовательниц была итальянка Даниэла Бевилаква, которая недавно защитила диссертацию, правда, на английском языке, но во Франции, посвященную как раз традиции роман-энди. И в Айодье эта традиция жива, и по-прежнему существуют живые поэты, которые по-прежнему создают свои произведения, и они, разумеется, не переводятся ни на какие иностранные языки, поскольку почему-то у западных исследователей интереса не вызывают. Ну, в частности, вот поэт 19 века, которого я уже начал переводить на русский язык и, надеюсь, опубликовать, но частично отрывки из него будут в некоторых статьях, уже, может быть, в этом году, это Югалан Аня Шаран, который основал целую школу поэтическую, современную. И, ну, формально мы говорим, что он пишет на Айодье, этот Айодье уже приближен к современному хинди максимально, поэтому, в принципе, он понимаем, в отличие от Тулсидаса, для носителей хинди. Так вот, при чем здесь Маврикий? После того, как я провел довольно много лет, ну, периодически посещая Айодье и занимаясь там своей работой, меня заинтересовало, как вот эта традиция движется за пределы Индии, то есть, как она движется в диаспору. И сначала я обратил внимание на страны Карибского бассейна, где также традиция вот этой хиндийской поэзии пришла в форме ромаинской поэзии, прежде всего. То есть, Гуслами Тулсидас каким-то образом, ну, каким образом, мы сегодня обсуждать не будем, известным образом отправился в путешествие в страны Карибского бассейна, и там также есть и хинди, есть и авадье, есть и бодж-пури, другие индийские языки в диаспоре. Но гораздо более интересным для меня регион, гораздо более интересным для меня регионом оказался Маврикий. Дело в том, что на Маврикий как раз ромаинская поэзия и Гуслами Тулсидас адресно пропагандировался. То есть, в течение многих лет туда приезжали, ну, не знаю, можно ли их назвать миссионерами, но, скажем, индусские религиозные деятели и деятели культуры, которые пропагандировали как раз ромаинскую поэзию, ромаинскую бахтию. И там сформировалась собственная аутентичная традиция, которая является интересным вариантом развития вот того, что происходит в самой Айоте. Сначала я скажу несколько слов тоже о том, как распространение этой традиции начиналось. Дело в том, что когда с 1721 по 1710 год Маврикий был в французской колонии, и с этим связан тот факт, что основной язык, на котором говорят на Маврикии, ну, не совсем французский, креольский, то есть это местный вариант французского языка. Затем в результате Наполеоновых войн в 1810 году Маврикий перешел к англичанам, и в связи с этим там также стал развиваться и английский язык, англофония. И что очень интересно, там нет никакого конфликта между этими двумя языками, то есть люди говорят на французском, на креольском, большинство надписей на английском. И начиная с конца 30-х годов 19-го века стали приезжать индийцы. И они принесли их инди, и его диалект, и прежде всего Бодж-Пури. И с этим языком тоже никакого конфликта нет. И, допустим, если начать разговор с практически любым жителем Маврикии на любом из этих трех-четырех языков, они, скорее всего, на нем же и ответят, даже если это какой-то такой человек, которого мы бы посчитали малограмотным. Такая мульти-религиозная, мульти-мульти-языковая среда, ну и, кстати, мульти-религиозная тоже. Так вот, в 1834 году на Маврикии отменили рабство. Соответственно, работать на сахарных плантациях, которыми владели англичане, стало некому. И стали приглашать, собственно, индийских рабочих. Так называемые ангажисты, на французском они назывались. То есть те, которые были ангажей, ангажированы на работы на тростниковых плантациях. И вот, когда они прибыли на Маврикии, как-то естественным образом их религией стала именно Рамбакти. Почему? Потому что возникла, ну, во-первых, возникла такая идея, которую мы на таком научном сленге называем лингвафричеством. Слово Маврикии – «маришес», то, что связано с Маричей, персонажем Рамаяна, с их точки зрения. Причем я думал долгое время, потому что вы знаете, что, допустим, представители кришнарийских западных сообществ очень часто создают такие, какие-то современные трактовки слов, там, «Калифорния, земля богини Кали», очень хиндуту это все любят. И я думал, что это тоже что-то совершенно современное. Но потом я обнаружил, что вот эта такая трактовка названия Маврикия, она возникла как раз в 19 веке среди вот этих первых ангажистов. То есть это такое даже уже не столько лингвафричество, сколько вот какое-то переосмысление слов на основе индийских языков. Марича – персонаж Рамайны. И по одному из местных преданий, которые бытуют на Маврикии, когда Рама в него выстрелил, то он был отброшен как раз на остров Маврикии. И, ну, естественно, что здесь должна возникнуть традиция Рамбакхи. Вторая причина – вот эти переселенцы, они назывались Аправаси. То есть это были люди, которые были изгнаны из… Ну, не изгнаны, они сами уехали из Индии, но поскольку это такая трудовая миграция, они чувствовали себя в изгнании на Маврикии. И они считали, что можно сравнить их изгнание с путешествием Рамы, с изгнанием Рамы из Айоди. Ну, вот здесь несколько фотографий того места, где я, собственно, работал, это Институт Тагора, я не буду рассказывать, чтобы время не терять. Это его директор. И некоторые фотографии из Айоди, я их тоже пропущу, просто время не терять. Так вот, эти Аправаси начали культивировать некую форму Рамбакти. И, соответственно, вот местный язык на Маврикии стал формироваться под сильным влиянием вот той религиозной, поэтической, культурной традиции, которая туда пришла. Мы удивимся, что вообще, конечно, хинди, собственно, как литературный хинди, мы знаем, что и в Индии он, в общем-то, довольно такой сомнительный язык, искусственный язык, да, но на Маврикии, на литературном хинди его знают все, но не говорит практически никто. Говорят как раз вот на этих диалектах, которые пришли вместе с вот этой поэзией. И вот интересно, что первое, что также принесли на Маврикии эти переселенцы, это была Дамайна. Она хранится сейчас в музее Аправаси Гата. Это, пожалуй, первый артефакт, который я поспешил увидеть просто буквально, когда с самолета сошел с трапа, потому что вот очень меня интересовал этот вопрос. И также есть еще пара интересных вещей. Поскольку у первых переселенцев не всегда была под рукой бумага, чернила и так далее, они записывали и пересказывали и Рамайану, и свою собственную летопись, которую они тоже очень сильно мифологизировали и сравнили с путешествием Рамы, подручными средствами. Здесь, например, вы видите такой холст, не в смысле холст, на котором пишут картины, а настоящий холст. И на нем коровьим навозом описана история приезда вот этих переселенцев на Бодж-Пури. Вот как раз более крупная версия. То есть использовались все подручные средства. Дальше есть несколько интересных вещей, которые нужно упомянуть, чтобы понять, как эта традиция развивалась. Во-первых, несмотря на то, что она пришла естественным способом и развивалась самостоятельно, тем не менее с индийской стороны спустя какое-то время началась еще и пропаганда этой традиции. То есть стали приезжать популяризаторы Рамайаны. Причем, разумеется, это была Рамайана Тулсидаса, а не санскритская Рамайана, потому что на санскрите вот эти рабочие на тростниковых плантациях вряд ли могли бы что-то прочитать. Но версию Тулсидаса в 19 веке еще многие понимали без комментариев на современном хиндже. Сейчас вы знаете, что мы читаем. И все индийцы читают эту поэзию с комментариями, с переводами на современный хинди, кое-что понимая, кое-что не понимая. Ну, тогда еще могли прочитать. И вот производили массовые завозы. Вплоть, я думаю, начиная с конца 19 века, вплоть до где-то 70-х, 80-х годов. Вот массовые завозы этих томиков Тулсидаса, которые, как, наверное, у нас какие-нибудь протестанты раздают Библию, вот они точно так же раздавали томики Тулсидаса. Но что необычно вот в этой ситуации, что основным нарративом стала Ромая на Тулсидаса, но тем не менее на Маврикии вы нигде не найдете изображений, то есть Мурти, Рамы или Храмов Рамы. Есть один или два, по-моему, на всем острове, и то они небольшие. Совершенно поразительно, что вот главный нарратив посвящен одному божеству, а реальный храмовый культ осуществляется в честь другого божества. Это преимущественно Шива. Вообще храм на маврикийском хинди, он называется Шива-лайт. Дом Шивы, вне зависимости от того, какому божеству этот храм посвящен. Это в любом случае дом Шивы, в котором рецитируется Ромая, на при этом историю нарратив Рамы. Поскольку нарратив Шивы, он присутствует, но, скажем, его нужно поискать, чтобы найти. А вот нарратив Рамы, он на каждом шагу обретается. Вот как раз Шива-лайт, и там будет еще несколько фотографий тоже с ним связанных. Дальше я думаю, что несколько слов скажу об особенностях этого нарратива и как он присуществляется в языковой среде. Разумеется, так же, как и в Индии, на Маврикии популярны различные действия, связанные с Ромаиной. Прежде всего, рам-катха, то есть рассказы из Ромаины, которые часто читают, рассказывают какие-то местные. Их называют пандиты, но они не пандиты в кастовом смысле, нужно понимать. Также я пытался выяснить, сколько пандитов брахманского происхождения. На острове их в пределах десятка где-то, то есть не больше. Остальные храмовые служители и рассказчики Ромаины, они представители на самом деле низких каст. То есть в Индии они были представителями низких каст. Но на Маврикии уже в связи с какой-то своей образованностью, со способностью рассказывать рам-катху, они стали более... подняли свой социальный статус. Такая вертикальная динамика каст произошла, как и в Индии иногда происходит. Но помимо рам-катхи, также вот эта рамаидская традиция выражается во множестве народных песен. Например, колыбельные, которые поют детям индийские мамы, они, как правило, это колыбельные, посвященные раме. Чаще всего также из произведений Тулсидаса, которые внутри Маврикия как бы больш-пуризируются. То есть там аватрийские такие элементы заменяются на... Произносительные элементы, прежде всего, заменяются на элементы больш-пури. Ну и еще есть одно забавное развитие. Значительная часть вот этого нарратива, она присуществилась в очень короткие формы. Но мы знаем, что Тулсидас сам писал дохами, то есть двустишами, не только, да? И помимо двустиши у него есть и крупные формы, но двустиши, они очень популярны, их поют в Индии. То на Маврикии сформировалась культура загадок на основе вот этого материала. Я вот позволю себе две привести. Первая загадка, я думаю, что, может быть, кто-то отгадку и скажет. То есть в руках зеленое, во рту красное. Что это такое может быть? Индийское реалия, очень индийское реалия. Да, да, пан, который вот жуют. На Маврикии он, кстати, был популярен во времена Аправасии, но сейчас это удел совершенно пожилых людей. То есть вообще интересно, как вот эта культура жевания пана распределяется по регионам индийского влияния, потому что в самой Индии, в некоторых регионах он очень популярен среди молодежи. В Диаспоре, в Малайзии, на Маврикии его жуют только пожилые люди. Это вообще признак того, что вы пожилой человек. Точно так же, как красить волосы хной в Индии, это может делать молодежь, но на Маврикии и в Малайзии это пожилые люди, как правило, мужчины подкрашивают хвостик хной. Ну и еще одна загадка. Аватарам баджавататари, экларки кидо махатари. То есть пришел Рама, Аватаритва, на хинди мы сказали. Пришел Рама, зажглась звезда, у одной девочки две мамы. Ну то есть в огороде в одинаковке и в дядьке, но просто ради рифма вот эта вот такая композиция создана. Что это может быть? Это часть нарративной культуры, музыкальной культуры. Ситар, потому что ситар может быть с двумя головками и с одной декой, да, по переходящей вот эту одну деку. То есть вот эта система загадок была создана. Ну и многие другие какие-то особенности там есть. Поскольку у меня время, к сожалению, заканчивается, я вот еще скажу, что... Покажу, может быть, несколько фотографий быстренько. И скажу, что помимо таких народных культов, которые действительно пришли с самых высоких среди народных, вот этот Рамаидский культ, до самых низких, например, культ Нагов очень популярен. Также миссионеры пытались, индийские миссионеры пытались привнести какие-то такие псевдовидийские культуры, например, Ария Самадж. И парадоксальным образом, может быть и не парадоксальным, потому что Ария Самаджисты, в общем-то, зачастую были образованными людьми. Именно представители Ария Самаджи составляют некую интеллектуальную элиту индийского общества. Вот, например, доктор Худай Нарайан Гангу, который был одним из моих основных информантов. Вот есть как раз его книга, очень хорошая по языку на Маврикии, по маврикийскому нарративу. Он также является главой местного отделения Ария Самаджи. Также у него есть и популяризаторская книга на английском языке о ведийской свадьбе, которую он пытался тоже, ну не он, а, скажем, организация пытается как-то популяризировать на острове Маврикии. Ну, вот несколько фотографий. Это место Ганга Талао, это один из основных культовых центров, где большое скопление храмов и водоем считается воплощением Ганги. То есть на Маврикии есть все, многие из тех же топонимов, которые у нас есть в Индии, ну вот они как бы воплощены в этом месте. И это, кстати, к спору о подлинности современной Айодзи, потому что археологи говорят, что, возможно, более ранняя Айодзи была в 10 километрах выше по течению реки Сараю. Но это не важно, потому что Айодзи там, где храмы-рамы. Соответственно, Ганга там, где некий водоем воспринимается как Ганга. Тут тоже типичный Шивалай. И есть еще один вариант культового пространства, это уже не храм, а такая огороженная территория с каменными, очень простыми идолами. Это Калимай, то есть это там, где поклоняются богини Кали. Причем, как правило, Калимай находится в полях, в отличие от Шивала, это более статусное место. Калимай – это место поклонения как раз простого народа. Ну, это уже нечто современное, я просто хотел показать, как мавритийцы пытаются не отставать от Индии в своем таком индийском, в развитии индийской идентичности. Они тоже построили гигантские статуи Шивы и Парвати, как это есть в Индии. Причем, они говорят, что это самые большие статуи. Шиньеваса Венкатэшвара тоже был построен недавно, то есть пару лет назад он, по-моему, был... Не, не пару лет назад, в прошлом году он был официально открыт. Построен тоже на деньги как местных богатых людей, так и индийцев. Это более такие старые, простые изображения. И в заключение я бы хотел сказать, что вообще, что для меня интересно в этом пространстве, помимо каких-то языковых вопросов, помимо развития традиции Иран-Катхи, это очень редкое явление как несоответствие главного нарратива реальному практическому храмовому культу. То есть, конечно, там есть сейчас институт Ромаин, и все, вот это вот изучается, но вот слушаем одно, поклоняемся другому божеству, это, по-моему, как раз такой феномен довольно редкий. Я, по крайней мере, давно такого не встречал, как правило, есть какое-то сочетание. Ну, раз время вышло, то, наверное, все. Спасибо за интересное сообщение. Мне очень интересно, конечно, вот это вот соотношение румаизма и шлоризма. Вот, ну, во-первых, значит, объяснение этому полно дать нельзя, конечно, но, если я правильно, правда, помню, в Ромаин-Курсидасе там есть тема поклонения Рамы Ши, в который раз. Да, конечно. Вот, это первое, но больше, что мне кажется, более важно, то, что вот вы не упомянули, что здесь не отчаясь переселенцев, а там на Малой Хи много, там Малой Хи много. Ну, там они в меньшинство все-таки, там большинство химиндоязычных. Да, да. Да, спасибо за замечание. На самом деле, я просто как раз не занимаюсь тамилами, поэтому ими я в меньшей степени интересовался, статистически их, конечно, чуть меньше, но здесь я отмечу еще вот что. Действительно, у Тулсидаса есть идея поклонения Шиви и, скажем, взаимного поклонения Рамы и Шиви друг другу, потому что Шива повторяет имя Рамы, сидя на Кайласе, а Рама поклоняется Шиви в форме лингома, особенно вот в Роме Шнураме, потому что это у Тулсидаса идея есть. Но я бы сказал вот что. Дело в том, что рамаистская традиция, она также подразумевает Ниргунбакти, помимо Сагунбакти. И мне кажется, что может быть вот как-то вот этот Усидаса Рама, хотя Усидаса это все-таки прежде всего Сагунбак, но тем не менее, возможно, Шиваизм, он играет роль вот этой Сагунбакти там, и это действительно очевидно, потому что всегда поклонение образом, а рамаизм играет роль Ниргунбакти, то есть вот какое-то такое сочетание спонтанным образом возникло, но оно оправдано, потому что именно вот рамаистская традиция это предполагает теоретически. Все? Спасибо большое. Спасибо большое.